Видно, что ремнанты хорошо готовились, местные списания знают, все по порядку, слава Богу. Можно два маркера, пожалуйста? Маркер, маркер. Маркер. Итак, сегодня у нас последний час остался. Значит, хочу вам передать слово сегодня на тему наше жизненное путешествие. Жизненное путешествие. Дело в том, что наша жизнь это как путешествие. Вот мы с вами начали 2020 год. И вот вместе с Богом мы будем проживать 2020 год. А давайте с вами подумаем, как мы с вами начали жизнь нашу? Вот мы с вами начали вот так вот. То есть вот это плотский человек. Все люди, когда рождаются, они рождаются такими. Все люди рождаются уже с греховной сущностью, с сосредоточенностью на себе. Я. Что такое бытие третья глава? Бог говорит, ты как Бог. Поэтому Адам севы обманулись, они сами захотели быть как Богом. И грехопали. То есть вот это, вот это образ грехопадшего человека. Все люди после Адама рождаются в таком облике, в таком виде. Сосредоточенность на себе. Люди говорят, ой, я хозяин своей жизни. Сатана говорит, ты хозяин своей жизни. Но это ложь сатаны. На самом-то деле сатана становится хозяином человека, а человек сам становится рабом сатаны. Поэтому что Библия говорит? Ваш отец дьявол. То есть вот этот человек. Ваш отец дьявол. Также Ефесян 2.2. Люди живут по обычаям мира всего, по воле князя господства в воздухе. По воле сатаны. То есть вот жизнь всех людей начинается вот таким образом. Вот ребенок маленький родился, уже вот такой родился. И вот все вы, я, без исключения, мы все родились в таком состоянии. Ну вот однажды вы пошли в церковь. Да, вот кто-то вам проповедовал, кто-то вас повел, вот вы пошли в церковь. Но в церкви нет Евангелия, люди просто ходят в церковь. И вот церковь, где мы сегодня собирались, это церковь адвентистов. И вот с пастором этой церкви я сегодня разговаривал. Ну то есть Евангелия нет там. То есть Евангелия нет, Евангелия не знают. То есть пытаются делать какие-то программы, что-то делать. Но Евангелия не проповедует, поэтому церковь не получается. Пытаются людям помогать, их не нужды удовлетворять. И поэтому, говорит, люди в церковь не приходят, а молодежи нет. То есть он говорит, вот у вас тут в церкви ремнанты есть, а у нас в церкви нет молодежи. То есть все ушли из церкви. Почему так? Потому что Евангелие не знают. То есть если нет Евангелия, то понятно, людям и не нужно ходить в церковь. И вот Евангелие надо тогда объяснить. И вот я ему объяснил, кто такой Христос. Вот я объяснил ему, кто такой Христос. То есть вот вы, ремнанты, вы хорошо знаете, кто такой Христос, а тот пастор не знает, кто такой Христос. То есть пастор сам не знает церкви, то что за церковь? То есть почему в церкви люди ходят, а Евангелие не знает. Почему? Потому что хоть и ходят в церковь, но живут сосредоточенно на себе. То есть вот так люди в церковь ходят. Вот сходите, посмотрите, все люди вот так ходят в церковь. То есть вот до этого пастор говорил, надо восполнять нужды людей, надо людям помогать. Получается, люди почему ходят в церковь? Потому что там им помогают, там им нужды восполняют. А если мои нужды восполним, то в церковь ходить надо. Поэтому люди в церковь не ходят. Почему? Потому что все люди ходят вот так вот в церковь, сосредоточившись на себе. То есть получается, Иисус мой слуга? Правильно? То есть Бог, сделай мне это. Так Бог, мне это надо, ну, быстро сделай это для меня. А Бог не делает, а и уходят из церкви. Почему? Потому что Бог мои нужды не воплотил. То есть опять же, то что я говорю, уходят на основании самих себя. И вот если вы посмотрите темы молитвы таких людей, одно и то же, Бог да это, сделай это. Почему? Потому что я хозяин. А Иисус, Он мой слуга, Он должен мне все делать. Так Иисус, иди сюда, а ну сделай это мне. Делай это. То есть вот так люди живут. Что это? Что это за состояние? Мы называем это религиозный христианин. Религиозный христианин. Хоть и ходит в церковь, но религиозный христианин. Почему? Потому что все по его желанию, все по его воле. То есть посмотрите, все религии, они на этом основаны. Я, мое желание. Вот куда бы ни пошли, и к мусульманам, и к другие религии, все одно и то же, я. То есть все религии, все религии, они одинаковые. Поэтому сатана таких людей постоянно атакует. Да, да. Почему? Потому что я сатану победить не могу. А сатана меня может легко победить. Поэтому у меня такое. Вот если таких людей спросить. Ответь всегда один и то же. Кто такой Иисус? Кто такой Иисус? Иоанн Креститель. Илия. Еремия. Пророк. Вот так вот люди верят в Иисуса. Поэтому, если сходишь в другие церкви, конечно, они все верят в Иисуса. Но как они верят в Иисуса? Как в Иоанна Крестителя, как в Иерумию, в Илью. В одного из пророков. Поэтому то же самое. Если вы видите, то в церкви есть и такие люди, и такие люди. То есть, да, вот люди вроде бы начали ходить в церковь, но Евангелие не слышали, поэтому не поменялась их внутренность. Поэтому такие. Поэтому люди ходят в церковь, что-то там не по их воле случилось, не по их желанию, и все, покидают церковь. Уходят. Почему? Потому что вот люди, вот они так, на основании себя верят. То есть, если я хозяин своей жизни, тогда поступай, как я хочу. А если не по моему, то все, я уже ухожу, либо не имею дело с такими людьми. И вот потом вы все-таки услышали Евангелие, слушали Евангелие. И потом... И потом... Другое. Потом... Результат правильного Евангелия это... Христос хозяин моей жизни. А я... То есть, я ему служу, а он мой хозяин. Вот так вот надо принять Евангелие. То есть, если правильно принимай Евангелие, то вот такое состояние становится. Иисус Христос. Вы же знаете это, да? Тогда... Знаете, что мы делаем? Мы его принимаем как своим хозяином. То есть, не я больше хозяин своей жизни, а Христос хозяин моей жизни. Вот как мы назвали такого человека? Это чадо Божие. То есть, вот это чадо Божие. То есть, вот что Библия говорит? Принявшие. А тем, которые приняли в верующем во имя, удалось быть чадами Божьими. И как мы его приняли? Откровение 3.20. Все стоят у двери и стучут. Кто услышит мой голос и отворит дверь, войдут к нему и выйдут в вечеринство. То есть, поэтому вот мы принимаем... Почему? Надо, чтобы Иисус вошел в мою жизнь. И как мы принимаем? Римлянам 10.9.10. Как мы молимся молитвопринятия? Если исповедуешь устами твоими, что Иисус есть Господь, надо исповедовать, что Он Господь мой. То есть, нам надо так сказать, Иисус, Ты мой Господь. То есть, Иисус, Ты мой Господь, то есть, Хозяин мой. Если так исповедовать и так верить, тогда становимся чадом Божьим. Поэтому написано, сердцем веруем к праведности, устами исповедуем ко спасению. И вот это есть спасение, вот это настоящее спасение. И тогда Вы будете уже другие. Вы будете уже другие. Филиппийцам 1.6. Написано, начавший Вас доброе дело будет совершать его даже до Дня Иисуса Христа. Филиппийцам 1.6. И потом, вот этот Христос, что Он делает во мне? Производит и хотение, и действие. То есть, как Бог во мне действует? То есть, Бог во мне производит желание, мне что-то хочется делать. И Бог делает так, чтобы не хотелось что-то делать, и это все по воле Божьей. То есть, Бог сам дает свое желание мне в сердце, дает мне силу это желание осуществлять, и это все по плану Божьему. То есть, вот это вот настоящая вера. И потом, как получится, все могу в укрепляющем Иисусе Христе. То есть, какое мое местоположение? Где я? Во Христе я. Поэтому не я уже, а Христос Хозяин. И вот этот Христос, Филиппийцам 4.19, восполнит все мои нужды. Все мои нужды восполнят. Поэтому, что вам надо делать? 1 Петра 5, 7, написано все заботы ваши, возложите на него. Ибо он печется о вас. То есть, написано все ваши заботы, которые сейчас Господу отдайте, вашему хозяину. То есть, вот эта же сфера. Филиппийцам 4, 6, 7, написано не заботьтесь ни о чем. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. То есть, ваш хозяин Господь, отдайте ему и ждите. И тогда, хозяин Господь даст самый лучший ответ. Вот это есть чадо Божие. Вот если вы чадо Божие, вот так надо жить. Но почему так не живут? Потому что Христос не хозяин, я хозяин своей жизни. Поэтому в церкви очень много религиозников. И сатана таких людей постоянно атакует. То есть, если у вас Христос хозяин, сатана вас атаковать не может. Почему? Потому что сатана Христа не может победить. Вот сами подумайте. Вот сейчас, в моей жизни, какое положение? Вот я родился таким. Но люди вот в таком состоянии, очень много таких людей. Вот очень много людей, вот они живут вот так вот, таким образом. А вот Рэм, ты наш, если вы сейчас поймете это, тогда вот с самого детства у вас будет вот такое состояние. Вот если вы это поняли, тогда что надо понять сейчас? Но вот и в этом есть проблема тоже. И здесь. Но надо поменять. На что надо поменять? На такое состояние. То есть, вот человеку, у которого такое состояние мы называем это ученик. Ученик Галатам 2.20. Написано, я сораспялся со Христом. И уже не я живу. То есть, я уже умер, меня уже нет. Но живет во мне Христос. То есть, Христос во мне живет. То есть, полностью Христос, Он владеет мною. Вот такого человека мы называем ученик. Иисус так говорит. Матфея 4.19. Следуй за Мною. Я сделаю вас ловцами человеков. То есть, если вы действительно ученик, Бог вас сделает ловцами человеков. Луки 9.23 сказано, следуй за Мною. Отвергни себя, неси свой крест каждый день. Следуй за Мною. То есть, вам надо вот такими людьми стать. Тогда вы станете как Павел. Что Павел говорит? Если я распялся Христом, уже не я живу. И вот Павел, он так сказал. Говорит, все то, что я есть, я есть, это Божья благодать. И потом говорит, я потрудился более всех апостолов. Но не я, впрочем. То есть, написано, ибо благодать Божья, которая была во мне. Вот Павел, он действительно, он исчез сам по себе. Только Христос был. Поэтому 1 Коринфянам 15.31. Что Павел говорит? Я каждый день умираю. То есть, проблемы какие-то происходят, я умираю. То есть, каждый день мне надо умирать. То есть, мне надо умереть. То есть, надо сделать так, чтобы я сам исчез. Желаю, чтобы вы поняли сейчас, о чем я говорю. Все религии, они хоть и разные, но у них есть одно и то же. Все на основании себя. Я. Я. А что такое Евангелие? Не я, Христос. Христос. Вот это есть Евангелие. То есть, насколько Христос становится моим хозяином, настолько я начну получать ответы. Поэтому, как Павел, надо каждый день умирать, чтобы я исчезал каждый день. А у вас вот это не получается, поэтому проблемы. Тогда, чтоб я не делал все, слава Богу. Так, что едите, что пьете, что бы не делали, делайте во славу Божию. Все делайте во славу Божию. То есть, вот это настоящий ученик. То есть, если Христос... Но поскольку я же еще в теле нахожусь, то что мне надо делать? Мне надо надеяться на Бога и повиноваться. Вот это есть ученик. Вот вы сейчас где находитесь? Вот ваша жизнь сейчас где находится? Вот где? Вот здесь или здесь или здесь? Где находится ваша жизнь? Вот как я буду проживать свою жизнь? Вот это очень важно. Желаю, чтобы вы сейчас это все проанализировали и начали новое правильное начало. Вот почему нам надо так жить? Вам надо знать об этом. Вот мы не видим Сатану, но он и сейчас действует. Сатана, он сейчас действует через силу греха. То есть, есть сила греха. Поэтому, как Сатана делает? Сатана атакует старого Я, старого Я. И Сатана делает так, чтобы вот этот старый Я, благодаря этому Я согрешал. То есть, вот у меня ведь тело какое? Тело греха. И в результате что приходит? Смерть. То есть, вам надо знать круговорот греха. Не просто, ну я сделал грех. Нет, не так. Сатана через силу греха делает, чтобы Я согрешил. То есть, Сатана через силу греха внутри вас делает так, чтобы вы грешили постоянно. То есть, Сатана постоянно атакует старого Меня, старое Я, есть старое. Вот неверующие, когда живут, Сатана постоянно их атакует через неправильное Я. Поэтому через старый ясно делай так, чтобы я телом грешил. И в результате смерть. Понимаете? Вот, желаю, чтобы вы это поняли. То есть невидимый глазам сатана и сейчас вот так вот действует. Поэтому, когда Христос умер, не только он пролил кровь за мои грехи, то есть от нас делал так, чтобы и старый я умер вместе со Христом. И тогда и тело греха, чтобы умерло со Христом. То есть вот Библия нас так учит. И вот для того, чтобы вы это могли понять, надо посмотреть Римлянам 6.6. Написано, старый я распят со Христом на кресте. И тело греха тоже распято на кресте. Если, смотрите, старый я распят со Христом, и тело распято, сатана меня не может атаковать. Ну, допустим, вот умер я на кресте, я умер со Христом, но сатана еще атакует мое тело, тело еще атакует. Как сатана атакует мое тело? Римлянам 6.12 говорится, вот сказано, что «Да не царствует грех в смертном теле вашем». То есть сатана делает так постоянно, чтобы я грешил, и царствует в моем теле. То есть вы хоть и все получили спасение, но у всех у нас еще тело есть. Но мы живем в этом теле, правильно? То есть, конечно, если бы мы умерли, то сатана бы не атаковал через наше тело. Но у нас еще тело есть, это старое. И что это за тело, которое умерли? Это тело греха, поэтому сатана постоянно атакует наше тело греха. Поэтому необходимо так воспринимать. «А, со Христом старый я умер, со Христом и тело мое умерло для греха». То есть надо связать вот так вот все. То есть когда сатана атакует ваше тело, вы испытываете искушение по плоти. Надо так думать. «А, со Христом я умер, со Христом тело мое умерло». То есть вот у нас есть это тело, но это тело не для жизни. Это тело греха. И мы с вами, когда пойдем на небо, с этим телом мы не можем пойти на небо. И поэтому нам надо подождать, пока Бог даст нам новое тело. Надо подождать. То есть у нас есть это тело, но это не тело для жизни. Поэтому вы так воспринимайте. Я старый, со Христом умер, и тело мое для греха тоже умерло. То есть вот так думайте, к примеру, сатана вас искушает по плоти. Так думайте? Мое тело, оно умерло, оно бездействие, оно не может двигаться. Вот так воспринимайте. Вот есть люди, которые сейчас не понимают немного. Да, вот есть путь спасения. Сейчас вот это надо хорошо понять. Желаю, чтобы вы сейчас обновились. Не только путь спасения, но и это тоже, чтобы вы поняли. То есть желаю, чтобы вы немножечко поглубже вошли сейчас в Евангелие. Да, вот сегодня вот день обновления. Тогда еще больше получите ответы. Поэтому сатана, он напрямую всегда атакует мое тело греха. Почему вот бывать не получается в жизни веры? Потому что сатана атакует мое тело греха. Мы грешим, и потом, ну, уже неприятные вещи происходят. Вот вчера я говорил, да? Вот человек, который принимает наркотики, вот у него эйфория. То есть сатана потом постоянно атакует через тело. А ну давай, скушай. Опять, прими наркотики. У тебя же будут чувства такие классные. Атакует сатана через тело. И, например, у кого-то какие-то есть проблемы. Сатана постоянно через эти проблемы атакует человека. Значит, смотрите, мы с вами хоть и получили спасение, но поскольку есть тело, сатана постоянно атакует мое тело, чтобы я грешил и приходила то это смерть упомнил. Поэтому вам надо так думать. Не только Христос умер за грехи мои. На кресте и тело мое умерло. И старый я тоже со Христом умер. Надо так воспринимать. Давайте с вами прочитаем Римлянам 6.6. Найдите и давайте прочитаем. Давайте найдите все и прочитаем. Римлянам 6.6. Зная, что ветхий наш человек, распять с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами грехов. Понимаете? Смотрите, надо так воспринимать. Мой ветхий человек, мой старый человек, распять с ним. Для чего? Чтобы тело греха было упразднено, чтобы уже не быть рабом грехов. То есть, да, это тело, я сейчас в нем живу, но это тело, которое умерло. Вот так надо воспринимать. То есть, когда сатана вас атакует по плоти, так думаете, а вот это тело, оно уже умерло. То есть, все. Почему? Потому что сатана постоянно атакует через мое тело, чтобы я согрешал. И вот человек грешит по плоти, и потом приходит смерть. Какой смерть? Трудности, трудности, бедствия приходит. Поэтому, хоть люди и получили спасение, но сатана постоянно через силу греха атакует человека. А почему не получается? Почему не получается? Давайте прочитаем 12 стих также. То есть, да, старый человек умер, но тело греха не умерло. Поэтому давайте прочитаем 6.12. Давайте. Да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам не повиноваться в похотях его. То есть, написано, сделайте так, чтобы и тело ваше умерло, чтобы сатана не мог тело ваше атаковать. То есть, сатана знает, а, старый я распят, но поэтому атакует тело мое. То есть, смотрите, в теле тоже есть какие-то нужды, похоти, да, мы говорим. То есть, у тела есть тоже, есть, там, к примеру, физические нужды, да, есть. То есть, по плоти есть у нас нужды. Сатана постоянно атакует. Сатана через вот эти нужды физические постоянно атакует меня. Вот есть похоть, да, потом есть всякие, ну, такие неприятные, там, вещи разные. Это все тело греха. То есть, вот, там, распутство, к примеру, да, это все вот это тело греха. Поэтому, вот, тело мое не умерло, тут царствует грех, поэтому я грешу, и смерть приходит. То есть, сатана, что он делает? Старый я, это значит, он атакует плотского я, плотской, то есть, постоянно я, я, который сосредоточен. То есть, сатана, люди, которые якают постоянно, которые сосредоточены на себе, сатана делает так, он их тоже атакует, когда они прилагают усилия, делают добрые дела. И когда они соблюдают закон. Вот смотрите, добрые дела, добрые дела, добрые дела, это же хорошо, правильно? Но когда люди делают добрые дела, честно говоря, они себя подсоркивают. Они себя подчеркивают. Вот я сделал добрые дела. Вот я такой хороший. И вот тогда сатана атакует. Почему? Я. Поэтому через те люди, которые вот гордятся, начинают что-то еще делать, сатана тоже их атакует. То есть, делать добрые дела, ну, конечно же, это хорошо. Но когда я делаю добрые дела, я немножечко начинаю хвалиться, либо возгордиться, либо возноситься, вот тогда сатана начинает атаковать. Почему-то я. Поэтому хоть люди делают добрые дела, но поскольку все основано на я, то сатана тоже атакует таких людей. Но в будущем я преду, я еще объясню вам потом. Поэтому надо так думать. Плоть моя тоже на Христе была распята. Вот Павел так говорит, Галатам 2.19. Галатам 2.19.20. Он говорит, законом я умер для закона. То есть, по закону, вы грешник, вам надо умереть. Вот, надо, со Христом. Это что нам больше закон соблюдать не надо? Не надо делать добрых дел нам? Я не об этом говорю, нет. То есть, мы как теперь живем? Не по-плоцки, а Дух Святой во мне, мы живем по духу. То есть, теперь Дух Святой будет давать не силу соблюдать закон. И тогда будут плоды уже Духа Святого проявляться. Почему я вам вот это все рассказываю? Я вам это все рассказываю для того, чтобы вы могли вот здесь быть. То есть, надо мне умереть. Вот пока, я распялся, то есть, меня уже не существует. Только тогда я не буду обманываться старым собой, плодскими вещами не буду обманываться. Значит, послушайте, пока вы не умрете, до того момента, постоянно Сатна будет вас через силу греха атаковать вас, через плоть. Да. То есть, если вы будете жить по-старому, делать все по плоти, делать своими усилиями, по своему упрямству, Сатна постоянно будут атаковать. Поэтому я всегда так говорю, будьте аккуратны тем, кто прилагает усилия, кто усердно все делает. Давайте все делать быстро, давайте все усердно делать. Почему? Такие люди делают все своим усердием. И вот я тоже, вот я слушал форумы, и начинается, вот я то, я то, и я подумал так, надо аккуратнее здесь. То есть, ну, может быть, вы не понимаете, о чем я говорю, но я вот это увидел, вот это упорство, я, я сделал. И вот теперь вам надо понять, почему я вам это объясняю. Почему? Потому что через это может Сатана атаковать. то есть, если вы будете проповедовать и будет получаться, то возможно, если вы будете усердно проповедовать, тогда вот это придет, а я проповедую, а я что-то делаю, тогда Сатана приходит, и Сатана схватывает. То есть, я тоже там слушал форум, вот, я так делал, я так делал. Да, вот хоть, а бывает так, кто-то говорит, аллилуйя, а на самом деле, себя подчеркивает, вот я что-то сделал. Вот тогда Сатана полностью схватывает такого человека. И в результате, потом, что делать? Сатана делает так, чтобы человек грешил, и потом смерть. духовно. Поэтому, вот что происходит, вот мне чуть-чуть неприятно об этом говорит, я приезжаю каждый год и смотрю, кого-то нету здесь. Кто-то долго. И вот я вот тоже сейчас вот там слушаю, кто-то начинает, да, буду делать, я это буду делать, я переживаю, я переживаю, что будет в течение года. Почему? Потому что, потому что, Сатана, он непростой, если вот так вот я, тогда Сатана будет атаковать. То есть, имейте в виду, до самой смерти Сатана будет вас преследовать. Поэтому, надо мне умереть со Христом, распяться. Мой старый, распяться. Плоть моя, распять, должна быть распята со Христом. Только тогда, Сатана уже контролировать не сможет вас. И так же, не беспокойтесь, не переживайте. И то же самое, вот однажды в вашей жизни будет происходить огромное Божье действие. Будьте аккуратнее тогда. Потому что, сами того не замечая, могут прийти мысли, но я же у всех на проповедную, я же у всех на что-то делал. То есть, опять вот это начинается, Я. Вот тогда, Сатана схватывает вас. И куда Сатана ведет? Потом вот сюда, к плодам смерти. Поэтому все сказано, делайте все по духу, духом святым все делайте. То есть, и даже дух, как соблюдать закон? И даже духом святым надо соблюдать закон. То есть, если мы все делаем духом святым, тогда нет подчеркивания себя. Есть все, есть только слава Богу. Почему? Все Божье слава дело. Пальчан саджоль. Давайте посмотрим. Римлянам 8.2. А римлянам 8.4. Ромасо, Пальчан саджоль. Узаним. Пальчан саджоль. Пальчан саджоль. 8.44. Римлянам 8.4. Римлянам 8.4. Что здесь сказано? Римлянам 8.4. Написано, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. То есть, нам не надо исполнять закон по плоти. Почему? Если мы что-то делаем по плоти, тогда мы делаем своим усердием. А это опять, это все я. Я. Поэтому написано, по духу все делайте, то есть духом святым. То есть, только тогда, когда я следую за действием Духа Святого, тогда приходят плоды Духа Святого. Вот таким образом только можно славу Богу воздать. Но, но, что происходит? Если люди этого не понимают, действие Божие происходит, люди начинают гордиться. Почему? Ну, хвастаться от этого. Это из-за меня. А ученики, их нет. Их нет, только Христа. Я так же самопоступаю. Я сейчас по всему миру езжу. И вот, если я сейчас подумаю, а это я все делаю. Вот это сатана может меня схватить. Понимаете? И вот, с пастроном такое тоже случается. Хоть и пастор, если сейчас немножко поменять мысль, а я это делаю, сатана начинает схватывать. Поэтому Павел с самого начала говорит, я умираю. Каждый день я умираю. И не я это делаю. А написано, я, то, что я, это все Божья благодать. Вот так говорит. Поэтому Павел говорит, я каждый день умираю. Каждый день. Вот это, вот это очень важно иметь в виду вам. то есть, если вы будете умирать каждый день, вы тоже будете так исповедоваться. То есть, поскольку вот мы что-то делаем по плоти, у нас получается, мы сразу же хвастаемся, надо каждый день умирать. Каждый день он умирает, чтобы не поплотить жить. то есть, вот жить, вот это сосредоточность на себе, вот это важно вам иметь в виду. Поэтому сказано, поступайте, поступайте по духу. Поступать как? Так как во мне действует Дух Святой, поэтому действует. Поступать. А также получать всегда Божье водительство и делать все силой Божьей. И тогда, даже если что-то будет получаться, я не буду это присваивать себе. Это все, слава Богу. А люди не получают водительство Святого Духа, поступают как им угодно и потом начинают свое «Я» подчеркивать. И последнее объясню. Да, уже времени не достоит. Последнее объясню. И вот теперь, что вам надо хорошо знать? Вот я желаю, чтобы вы сейчас хорошо поняли то, что я буду говорить. Да. что-то, что-то будет хорошо. А! Христос и Новое Творение во Христе. Что это? Второе Коринфянам 5.17. Итак, написано. Итак, кто во Христе, тот Новое Творение. Итак, вот Христос и какое Новое Творение? Которое во Христе. Вот оно. Вот вы, вы кто? Вы Новое Творение во Христе. То есть вот это ваше состояние. Это ваше положение. То есть они верующие, они вне Христа. А почему нам надо быть во Христе? Почему нам надо быть? То есть мне необходимо, не подчеркивать себя, а во Христа войти. Почему? В Христе. То есть надо войти во Христа. Почему? Потому что мне нужно быть во Христе. То есть вот здесь уже есть отношения. То есть Христу я повинуюсь. А Христос показывает мне свою любовь. Любит меня. То есть вот Христос дает мне жизнь свою и берет за меня ответственность полностью. То есть вот это мой земной облик. Хоть мы с вами живем на земле, но как надо жить? Вот так надо жить. То есть новое творение во Христе Иисусе. Древнее прошло. Итак, теперь все новое. То есть вот это облик, образ, как вам надо жить на этой земле. Почему это земной облик? Это же облик, это образ, да? Образ, то есть некий пример. Пример чего? Пример небесного, небесного моего образа. То есть у меня есть уже небесный облик, а вот то, что я живу на земле, это похоже на небесный облик. Вот мы с вами уже это проходили римлянам 6, 3, 11. То есть когда Христос умер, я был включен в смерть Христа. Когда Христос воскрес, я тоже вместе с ним воскрес, я был включен. Что это значит? Мой старый человек умер со Христом, в могилу ушел. И я, имея новую жизнь, воскрес для новой жизни. А также Ефесянам 2, 6. Найдите, давайте прочитаем. Давайте найдем и прочитаем Ефесянам 2, 6. Ефесянам 2, 6. А нашли? Давайте прочитаем. И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Иисусе. То есть, понимаете? То есть старый мой человек умер То есть смотрите, я старый умер Теперь я новое творение во Христе И где я со Христом? На небесах со Христом То есть вот здесь, на небе То есть что значит быть во Христе? Это значит быть вместе со Христом в Боге на небе И дальше Давайте посмотрим Каласянам 3 главу С 1 по 3 стихи Давайте найдем и посмотрим Каласянам 3 глава с 1 по 3 стих Давайте с 1 по 3 стихи Итак, если вы воскресли со Христом То ищите горнего, где Христос сидит, а деснуем Бога О горнем помышляйте, а не земном То есть здесь сказано, помышляйте о горнем, а земном не помышляйте Почему? Потому что вы умерли уже И жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге Итак, Бог Христос И вот здесь новое творение То есть новое творение То есть тот, у кого есть жизнь вечная То есть написано, мы теперь со Христом в Боге на небесах И вот это есть моя небесная реальность Вот это настоящий я Небесная реальность То есть вот это настоящий я, который получил спасение А на земле что? А на земле вот пример или облик того, как должно быть на небе И хоть я живу в только земном облике, но и то я живу во Христе Так, посмотрите Внизу Внутри творения всех Земля Вот это земля, в которой мы живем А вот это Вверху Над творениями Небо Посмотрите, в тот момент, когда я поверил в Иисуса Христа Я теперь уже нахожусь во Христе Поэтому я новое творение И вот этот я, который во Христе, теперь вместе с Богом на небесах То есть вместе со Христом написано, в Боге я теперь нахожусь Вот это настоящий я Настоящий А на земле что это? Это лишь образ, облик вот этого Почему? Потому что еще есть тело у нас, поэтому мы вынуждены жить на земле какое-то время Но настоящий я где? Вот здесь, вверху Понимаешь? Где это? Вот вверху это где? Это вот этот превосходящий мир Превосходящий мир Неограниченный мир и вечный мир А здесь что у нас? Ограниченный мир Природный мир И временный мир Понимаете, о чем я говорю? Так, посмотрите Написано уже То есть уже мы вот здесь находимся Но написано еще, но еще здесь Почему? Из-за тела мы еще здесь, понимаете? На земле Из-за тела Понимаете? Из-за тела мы на земле еще находимся Мы живем в теле, но мы не живем ради тела Тело просто временно нам, пока мы сюда не пойдем Но уже, уже где моя реальность? Вот здесь Но из-за тела, вот мы еще вот здесь живем, на земле Поэтому, хоть мы еще живем здесь, но у нас есть надежда А, однажды мы будем вот здесь Надежда То есть человек хоть и живет еще по пути здесь на земле Но какая надежда? А, я вот здесь нахожусь Вот это наша надежда Иоанна 14 2-3 Что говорит Иисус? Не беспокойтесь ни о чем Бог мой Говорит, я пойду приготовить вам место куда? На небо К моему отцу То есть я пойду на небо, приготовят вам место Другими с вами, однажды я приду и я заберу вас туда, на небо Поэтому не беспокойтесь ни о чем, не бойтесь Почему? Сейчас Иисус пошел впереди нас для чего? Дом нам приготовят на небе Поэтому у нас есть надежда относительно этого Мы надеемся То есть когда я, когда плоть моя умрет на этой земле Куда я пойду? Я пойду сюда, на небо пойду Поэтому что такое смерть? Народная смерть это переезд Мы переезжаем Отсюда переезжаем сюда, наверх Поэтому смерть это плохо или хорошо? Народная смерть хорошо Что такое? Что такое? Сами подумайте Вы живете в таком плохом доме И тут вы переезжаете в хороший дом И вот вы ждете Когда же уже наступит этот день Когда надо будет переехать Почему? Дом лучше там, чем сейчас я живу Я живу в этом старом доме Дождь идет, капает Ну ничего страшного Я же скоро перееду Почему? Неделя осталась и все Я в новом доме То есть есть у меня уверенность И вот так хочется уже Побыстрее этого переехать Уже считаю часы Поэтому так же самое У нас есть надежда Относительно неба Люди, у которых нет этой надежды Конечно им страшно умирать Они боятся Они этот день Отдаляют смерти Почему так? Почему они так поступают? Вот у них есть Ну потому что у них Нет уверенности в спасение И у них нет уверенности А у вас есть уверенность Через неделю в новом доме Поэтому Без проблем А представьте Через неделю вас ждет новый дом А вы Ой, так жалко отсюда уезжать Здесь бы побольше остаться Здесь бы побольше остаться Ну есть такие люди, правильно? Поэтому Когда речь идет о смерти Люди сразу боятся То есть надо вообще такого человека проверить Он куда пойдет В ад или в рай Надо проверить Ну понятное дело Неверующий идет в ад Он не хочет туда идти Он вот этот день отдаляет А вам принадлежит царство небесное Поэтому вот ваша небесная реальность Что Иисус говорит? Я пойду впереди вас Дом вам приготовить Другими с вами Я приготовлю Приду, заберу вас И пойдем туда вместе Поэтому сказано Не беспокойтесь Не страшитесь Почему? У нас есть надежда А, мы будем там А вот некоторые верующие Так боятся смерти Так беспокоятся Переживают Кажется Наверное Они спасения не получили А почему люди Не хотят идти на небо Вот здесь только сосредоточиваются На плоском, на материальном Поэтому хотят пожить здесь дольше Вот царство небесное вверху И вот мы туда пойдем Вечное И мы будем находиться вот здесь В Боге будем находиться Поэтому у нас есть надежда Да, сейчас пока не могу пойти Почему? Тело есть Тело смерти Но потом Бог даст новое тело Пойду Поэтому 1 Коринфянам 15 С 50 1 Коринфянам 15 С 50 по 55 Давайте вместе прочитаем 1 Коринфянам 15 С 50 по 55 стихи Найдите все Давайте все прочитаем Итак О чем С 50 по 55 Но то скажу вам Братья Что плоть и кровь Не могут наследовать Царство Божие Но тление И тление не наследует Нетление Горем тайну Не всем умрем Но все изменимся Вдруг в обновение ока При последней трубе Ибо вас трубит и мертвые Воскреснут и тленными А мы изменимся Ибо нетленному Сему надлежит Облечься в нетлении И смертному Сему Облечься в бессмертие Когда же тление Облечься в нетлении Смертное Смертное Облечься в бессмертие Тогда сбудется слово Написано Поглощена смерть Победа Смерть где твоя жало Ад где твоя победа Жало же смерти греха Сила греха закон Благодарение Богу Даровавшему нам победу Господу нашим Иисусом Христом Итак, братья мои возлюбленные Будьте тверды Непоколебимы Всегда преуспевайте В деле Господнем Зная, что труд ваш Нищетен перед Господом Значит, вот этим телом нашим В Царство Небесное Мы войти не можем Почему? Потому что вот это тело Оно тленное А Царство Небесное Нетленное Поэтому с этим телом Войти не можем Поэтому Бог Наше тело поменяет То есть Бог нам даст тело Которое не будет тлеть Не будет гнить То есть потом Бог нас воскресит Наши вот эти старые тела Даст нам новые тела И мы сможем Войти в Царство Небесное Только потом с новым телом Могу пойти на небо Поэтому мы ждем этого момента То есть есть надежда Относительно этого Правильно? Ну, Песна Но уже Уже моя небесная реальность Я здесь Из-за тела я еще Как бы Не полностью здесь Но уже здесь Но Хоть я еще и живу на этой земле Но вот этими благословениями Я уже могу наслаждаться То есть как мы с вами живем здесь на земле Наслаждаясь Уже вот этими благословениями На земле Поэтому как мы живем Мы живем Жизнью вечной на этой земле Жизнью вечной Живем Вот вам теперь надо вот так вот жить Почему? Потому что уже эти благословения вам принадлежат И вот на земле Мы можем этими благословениями Наслаждаться Неполноценно Но хоть и живу на этой земле Уже могу этим наслаждаться То есть мы называем это Жизнь Имея Жизнью вечную Вот Понимаете? Вот Сегодня я постарайтесь понять Что я вам говорю Вот тема Тема молитвы на этот год Тема на этот год Нашей церкви Это Ищите горнего Ищите небесного Вот в нашей церкви Там у нас Это тема на год Что Павел говорит Не ищите земного Ищите горнего Ищите того Что на небе То есть Вот так надо жить То есть Хоть я живу на этой земле Но как живу? Наслаждаюсь Вот этой жизнью вечной Как жить вот так Наслаждаться жизнью вечной? Три вещи скажу вам Первый Триединый Бог Со мной пребывает Правильно? Почему? Потому что я во Христе Бог Христос Я во Христе И вот мы живем как? Наслаждаясь вот этим На земле Как мы наслаждаемся? Как мы наслаждаемся Триединым Богом? И сейчас Бог Отец Все совершает по слову Слово И сейчас Христос Что делает? Отвечает на наши молитвы И сейчас Бог совершает Служение Спасения Поэтому как мы живем На этой земле Постоянно следуем за словом Получаем ответы на молитвы И находимся Внутри спасения Других людей То есть Триединый Бог Как он сейчас действует В моей жизни? Вот так действует Через слово Ответ на молитву И через проповедование Поэтому вот вы Так начните жить Каждый день Слово Каждый день Молитва Каждый день Проповедование Вот так вот Живя Наслаждайтесь Почему? Триединый Бог Со мной Пребывает Как Бог Со мной Пребывает? Бог Отец Дает мне Слово И совершает Это слово И когда мы молимся Христос Дает нам Ответ На молитвы И сейчас Бог совершает Спасение И мы уже Можем этим Наслаждаться Живя на земле Почему? Потому что Триединый Бог С нами Пребывает Вот этим Наслаждайтесь На земле И второе И теперь У нас есть положение Какое наше положение? Это Царство небесное Это Престол Почему? Потому что Мы с вами Со Христом Написано На небесах На престоле То есть И сейчас Мы имеем положение Чтобы наслаждаться Царством небесным На земле И Царство небесное Это наше Покровительство Здесь на земле Поэтому Куда бы мы ни пошли Туда сходит Куда бы мы ни пошли Туда сходит Царство небесное И вот Что Бог делает Он посылает На помощь ангелов Вот Наслаждайтесь Вот этим Понимаете О чем говорю? Вот я тоже Сегодня Разговаривая С этим пастором В той церкви Я постоянно Вот этим Наслаждался Бог Сокрушися Наслаждаться не можете То есть Мы Хоть и живем Мы еще Здесь не находимся Но мы уже Этим можем Наслаждаться Поэтому люди Они То есть Люди даже Могут выучить Послание Но в реальности Этим не наслаждается Поэтому В этом году Вам надо Испытывать Божие действия Вот эти Семь благословений Вот эти Первые три Это что? Это положение Власть То есть Нельзя просто Выучить Это проговаривать И все На этом остановиться Надо этим Наслаждаться В реальности Не только Чтобы это в голове было А наслаждаться Этим А сатана Он же знает Наслаждаясь Или я просто знаю И постоянно Атакую Вот Бес Что сказал? Иисуса знаю Павла знаю А ты кто такой? То есть Сатана говорит Он знает То есть Сатана знает Иисуса И сатана знал Попал в благовестниках А ты кто такой? Взял Побил человека Который Который Не знал Христа Вот вы тоже можете Оказаться В таком положении Эй Ты кто такой? Ну только Только словами знаю Только словами знаю Например Слово Божие Все Это человек Еда для сатаны Необходимо в реальности Наслаждаться этим Тогда будут Ответы приходить Я смотрел Как вы Делаете Презентацию Я тоже Это фотографировал Все И вот оно видно Кто наслаждается И рассказывает А кто просто знает И рассказывает И вот тоже Раньше Были люди Которые тоже Хорошо рассказывают Но и сейчас нет Они исчезли В день Они только знали Но они не наслаждались Поэтому сатана увел их Сатана не боится Тех кто знает Послание То есть я знаю Что есть люди Которые могут Бесом приспоединиться Они могут тоже Наизусть что-то говорить То есть сатана Он знает Что если человек Просто на знаниях знает Иисус есть Христос Три проблемы Он не боится Получить Почему? Потому что сатана знает Это человек просто выучил То есть я точно уверен Что сатану не боится Человека Который просто знает Послание То есть если вот это Все в реальности Не испытать Тогда сатана Постоянно атакует человека Вам необходимо Теперь наслаждаться В реальности Вечной жизнью Как? Вот если будете Наслаждаться вот этим На земле Будут действия Происходить В общем потому что Мы уже с вами здесь Находимся И хоть мы еще Не пошли Потому что тело есть Но уже нам Эти влашения даны То есть Бог Нам дал положение И третье Бог нам дал власть То есть куда вы не идете Там сокрушается сатана И за вас сатана сокрушается И царство сатаны Сокрушается И тьма сокрушается И тьма сокрушается То есть вот это власть Смотрите вот мы можем наслаждаться тем Что уже есть нам Что уже нам дано на небе То есть вот это значит Жить на земле Имея жизнь вечную Вот если вы вот этим наслаждаетесь Тогда царство небесное Вам в это верится Вы верите в это Тогда пойти туда Это радость Это радость Почему? Хоть и живу на земле Но уже испытал вкус этого Поэтому буду говорить Ой, аллилуйя И потом Даже если умираю Ничего страшного Даю завещание родным И говорю Все Я пошел на небо И вот я тоже Я однажды сказал Я был этот Вел служение на похоронах Я сказал Не пейте грустные песни Пойте прославление Во время похорон Почему? Человек туда переходит Ну это радость А люди, которые этим наслаждаются Постоянно скорбят То есть вот Ну духовно глупцы Понимаете о чем говорю? Поэтому заключение Духовный саммит У вас должно быть время Духовного саммита Третья яна Третья яна Один два Двоздубины Пусть душа твоя преуспевает И будешь преуспевать во всем Ремнанты Если вы станете Духовным саммитом Все у вас получится И учеба будет на первом месте И жизнь будет на первом месте Потому что Вот этим сможете Наслаждаться А люди вот этим не наслаждаются Живут на земле Поэтому и силы нет Вот все семь ремнантов Они вот этим наслаждались И так же Вавилоне Даниил и три друга Они этим наслаждались А так же Герои евреям Одиннадцатой главы Все этим наслаждались А так же Ранняя церковь И апостолы Все этим наслаждались То есть Все эти люди Наслаждались Духовным саммитом То есть у вас Пусть у вас будет Такое время Так это Престол Престол Божий Что такое Христос сидит Христос сидит на престоле И что он делает Он Он управляет В твоей жизни И так же Он обеспечивает силой И так же Христос Он управляет Историей Историей Потом Церковью И странами Церковь и странами И он Это контрольный Престол Это контрольный пункт Всемирной евангелизации То есть Мы с вами Со Христом Уже На небесах И вот этим Надо в реальности Наслаждаться И вот Хоть мы с вами Живем на земле Но нам необходимо Иметь Общение с Богом То есть Должно быть Общение Как наслаждаться Общением с троном У вас должно быть Время Когда вы Сосредоточиваетесь На престоле То есть Время Когда вы Сосредоточиваетесь На престоле Не думаю Это колени Колени На колени Да Это в молитве На коленях То есть Я Сосредоточусь На престоле Божьем Евреям 1.14 То есть Когда мы Сосредоточусь На престоле Ангелы Действуют Ангелы Они помогают Нам Иметь общение С престолом Матфея 18.10 Сказано Не мешайте Малым всем Приходить ко мне Потому что Ангелы Каждый день Видят лицо Божие Вот Ангелы Которые Храняют Наших Ремнатов Они Каждый день Видят Лицо Божие Каждый день Дают отчет О Ремнатах Вот сами Подумайте Ангелы Вот они Постоянно Спускаются Подымаются Спускаются Подымаются То есть Надо верить В это тоже То есть Люди Не видят Поэтому Не верят Вот в этом Проблема А Ангелы Постоянно Спускаются Подымаются Спускаются Подымаются Откровение 84 Когда мы молимся Что происходит С нашими молитвами Когда мы молимся Ангелы Берут наши молитвы И приносят Их Богу Вот просто Себе Представляйте Об этом То есть Вы сели Молитесь А оказывается Ангелы Туда-сюда Спускаются Подымаются Все что мы Богу говорим Наши молитвы Они берут Несут на небо И не только Они Не только Они берут Потом еще От Бога Они спускаются К нам Откровение 85 То есть Тот ответ Который Бог нам Приготовил Ангелы Нам его Приносят И затем Псалом 102 20 22 То есть Ангелы Они совершают Божью воду Ангелы Они работают Для чего? Чтобы Божье Слово совершить То есть Куда Бог Хочет Где Бог Хочет Действовать Он туда Ангелов Посылает То есть Когда Бог Хочет Свершить Слово Бог Посылает Ангелов И Ангелы Совершают Слово Исход 23 20 Что Здесь Когда Моисей Шел Бог Посыл Ангела Перед Моисеем Вот Куда Вы Не Пошли Бог Перед Вами Посылает Ангелов И Вот Вот Этим Наслаждайтесь Я Ана 1 51 Что Иисус Говорит Что Иисус Говорит Вот Он Встретился Нафан И Иисус Говорит Я Видел Тебя Ты Был Там А Как Ты Узнал Ты Что Прорыл я был там я был там один а ты знаешь что я там был то есть ты что видел откуда ты откуда знаешь он говорит ты не только это увидишь ты больше увидишь ты видишь как ангелы туда-сюда не сходят восходят не сходят восходят вы тоже можете испытать это почему потому что вы сейчас во христе находитесь если вы немножечко сосредоточив на блоге вот это действие будет при этом англии будут не сходить восходить не сходить восходить поэтому по коде если происходить если вы сосредоточились на б Mentana будет действие святого духа не будет сокрушаться сатана Вот сказано Матфея 12, 28, если я изгоняю духов, то сошло на вас Царство Небесное. То есть будет Царство сходить Божие и сокрушаться силой тьмы. Вот даже самое ремнанты, вы молитесь постоянно. Вот я же вам уже говорил, вы можете молиться даже с дыханием, используя дыхание. Вот я утром встаю, я упорядочиваю слово, пишу слово. Почему? Через слово я сосредоточусь на Боге. И потом я молюсь. Как я молюсь? С дыханием молюсь. Вдыхаю, говорю, Бог наполнись Святым Духом. Потом задерживаю дыхание, говорю, Бог дай духовную силу, мудрость, здоровье, финансы, силу работника. И когда выдыхаю, сокрушаю все силы тьмы, все болезни, все сокрушаю. Шесть состояния. То есть вот тогда я использую, вот тогда я наслаждаюсь и властью, и положением, и действием Духа Святого. И вот это я делаю каждый день. Почему? Потому что мне нужно иметь общение с Престолом. И тогда духовная сила приходит ко мне. И Бог дает мудрость мне. И сила есть, появляется. И потом, Бог дает мне финансы света. И Бог ко мне прикрепляет учеников. Смотрите, вот Божья сила сходит на меня. Вот посмотрите, когда на Иосифа посмотрели, что говорят? Найдем ли мы такого человека, в котором был бы Дух Божий, как у тебя? То есть Иосиф этим наслаждался, поэтому увидели, что на нем Дух Святой находится. Вот фараон так говорит. Говорим, он так говорит, такого мудрого, как ты, мы не найдем. Почему? Потому что сам Бог дал Иосифу мудрость. То же самое. Вы находитесь уже здесь. Надо наслаждаться этими благословениями. А люди не знают вот этого, то, что вверху, духовного, не знают. Почему? Потому что всю жизнь жили здесь, на земле, поэтому знают только плотское. И вот люди, они не понимают духовного. Почему? Плотское. Поэтому, чтобы этим наслаждаться, надо постоянно Евангелие повторять, чтобы себе напоминать о духовном. То есть Иисус сам говорит, что ищите горнего. Вот семь рементов, они все испытали то, что я говорю. Написано, и пребывал Дух Господний на Давиде с того дня. То есть Давид, он испытывал действия Духа Святого. А Елисей. Елисей тоже это понял. Он говорит, дай мне Духа вдвойне. И тоже написано, все, что говорил Самуил, пророк, ничего не упало на землю. То есть они все испытали вот эти вещи. Когда верующие ранние церкви собрались и молились, написано, действовал Дух Святой, как огонь и ветер. То есть вот вы наслаждаетесь Большей силой на земле. И вот у вас должно быть время, когда вы наслаждаетесь этой силой Божьей. Тогда будет то, что вы сможете сделать. Вот я хочу, чтобы вы бросили вызов. Вызов относительно чего? Сегодня бросьте вызов. В этом году бросьте вызов. Вызов. Проповедуйте Евангелие 300 людям. Движение принятия 300 людей. Значит, смотрите. Что сделаете? Придете домой. Сделайте список людей, которых вы знаете. То есть запишите по максимуму, сколько людей, сколько вы знаете. Родственников, друзей, просто знакомых. Вот все запишите. Список людей сделайте. Потом вы написали список. И вот смотрите. Потом, когда вы сделаете список проповедования, сделайте список проповедований из 300 людей, и потом молитесь. Потом сделайте, молитесь за этих людей, и потом составьте график проповедования этим людям. Вот до этого вы еще так не делали. И вот если просто начнете это делать, это уже благословение. Это вам домашнее здание на один год. На один год вам дают домашнее здание. То есть вот вы даже не думали об этом, а теперь начните думать об вот этих 300 людях. Проповедование, проповедование это не предназначение, это совесть. Вам надо по совести... Почему? Люди вокруг меня, Евангелие не знают, в ад идут. Надо по совести проповедовать. Почему? Я ведь-то знаю Евангелие. Они не знают, по совести надо это делать. Поэтому необходимо сделать, чтобы хотя бы один раз они услышали Евангелие. То есть верят они, не верят. Я пред Богом, хотя бы один раз им должен засвидетельствовать Евангелие. И тогда начните исследовать, как я могу им передать Евангелие. То есть, может быть, передать материалы. Или лично встретиться, объяснить. Или позвонить, рассказать. Или же письмо написать, отправить. В любом случае, думайте, как же мне вот этим 300 людям передать Евангелие. И постоянно молитесь об этом, и создайте график проповедования. Если вот получите, будете делать, что произойдет? Вот если будете так делать, среди этих 300 появится 30 учеников. Одна десятая. Вот минимум 30 людей примут Иисуса Христа и захотят познавать Божье Слово, горницу. Вот вы 300 проповедовали, и 30 из них приняли и хотят дальше слушать Слово. То есть ученики, они хотят слушать Слово Евангелие. Поэтому вот этих 30 людей, им же надо Слово передавать. Поэтому начните горницу с ними. Начните с ними горницу, встречайте с ними и объясняйте им Евангелие. И если так будете делать, что произойдет? Тогда в трех местах сможете поставить поместные церкви. То есть, поскольку будут люди в разных местах, то появится три района церкви. Вот эти люди, на основании тех людей будут поставлены церковь. И вот таких людей мы называем абсолютный ученик. И если вы будете наслаждаться вот этим, то что я объяснял, вот этим, общением с Перцом, тогда это получится. А если вот этим не наслаждаться, вот это все, это бремя. А если я наслаждаюсь общением с Богом, тогда вот это получается. То есть Бог, Он очень точный. Бог, Он вам прикрепит учеников. В общем, потому что вы этим наслаждаетесь, вы можете людям помочь, и Бог вам прикрепит учеников. Понимаете? 300 человек. Так, сейчас в голове что надо делать? Надо всегда думать об вот этих 300 людях. Так, надо передать Евангелие этим 300 людям. И не просто думайте, а создайте список, запишите имена этих людей. И постоянно молитесь за этих людей. Бог, отец, помоги мне передать Евангелие. Бог, дай засвидетельство этим Евангелие. И потом создайте список. Так, вот с этим встречаюсь. Так, и потом начните проповедовать. Вот просто начнете проповедовать, 30 человек появится, 30 учеников. Это очень точно. И вот среди них трое будут абсолютные ученики. И вот когда в предыдущий раз, вот эти абсолютные ученики должны здесь сидеть вместе с вами. Вот эта задача на 220 год вам. Так, вот я в следующий раз приеду и буду спрашивать, так, а где ваши три ученика? То есть, кто-то скажет, а вот, я пойму, а, получил ответ. То есть, если вы вот этим наслаждаетесь, вот это получается. А почему у людей это не получается? Почему у людей это не получается? Потому что вот этого нет. Времени духовного саммита. Понимаете? Вот у меня другая цель. 30 стран. Вот в 30 странах я хочу поставить 30 учеников. И потом на основании 30 еще 30. И потом я хочу поставить в каждой стране по три поместные церкви. То есть, 33. 90 хочу поставить по местной церкви. Вот это, вот это мое проповедование в этом году. А вот у вас какая цель? Вот сделайте себе список 300 людей. Я, я к чему, я что вам говорю? Увидьте Божие действия. Это не то, что вы будете делать. Это то, что сам Бог будет делать. И вот внутри этого вы получите все ответы для себя. Вот внутри этого все есть. Здоровье, деньги, все внутри этого есть. Вот я свидетель. Внутри проповедования все есть. Вот я вам уже рассказывал. Когда я начал проповедовать, у меня ничего не было. Дом тоже у нас была очень маленькая комната. И вот мы в комнате там жили. У нас трое детей и я. Не было машины. Постоянно пешком ходил на проповедование. Но ходил, проповедовал и не был, ну, радовался от этого. Но я наслаждался Иванович, поэтому вот эти обстоятельства для меня не имели значения. А сейчас что? Прошло 30 лет, все у меня есть. Вот я сейчас скажу, что у меня есть, вы, может быть, получите искушение, поэтому я просто скажу, у меня все есть. Вот все пришло. Вот все мои дети сейчас все преуспели. Вот у меня нет сейчас, у меня сейчас, я только делал одно. Я только думал о проповедовании, и Бог все мне внутри этого дал. То есть, насколько я благодарен Богу. Вот сейчас все верующие в нашу церковь, они постоянно меня отправляют за рубеж проповедовать. Ну, где такую классную церковь найдешь еще? Сейчас по всему миру ученики поднимаются. Смотрите, вот это то, что Бог действует. Это не человек действует, а Бог действует. А я делал только одно. Держался за Христа, и у меня было вот это время. И остальное Бог все дал. Вот я думаю, вы, посмотрите со мной, и то вы лучше, у вас лучше должно получиться. Вот особенно ремнанты вот наши. Вот я в ихнем возрасте Евангелие не знал. Вот я только к 30 годам вот услышал Евангелие, понял Евангелие. А вам еще 30 нет, да? Заком. 13, да, 14. Я в то время вообще Евангелие не знал. А вот ремнанты уже Евангелие знают. То есть Бог, по сравнению со мной, в их жизни еще больше будет действовать. Поэтому вы молитесь за ремнантов. И помогайте ремнантов, чтобы они хорошо росли в Евангелии. Вот вы начните сосредотачиваться на этой молитве. Сосредотачивайтесь на Боге. И тогда рисуйте, рисуйте, как ангелы действуют, как престол, Бог дает ответы. То есть представляйте себе это. Вот это хоть и не видно, но это факт. Это не то, что надо увидеть. Это в это надо верить. По вере надо это делать. Поэтому верой себе рисуйте. Открываются врата небесные, ангелы спускаются, дают ответ. Смотрите, когда Стефана побивали камнями, что он увидел? Что открывается небо и увидел престол, Иисуса увидел. И вот Стефан, он увидел это и уже не мог отвлечься. И написано, он увидел и аж лицо его светилось. То есть он испытал вот эти духовные вещи, о которых я говорю. Потому что мы уже с вами здесь находимся. А на земле мы можем этим наслаждаться. Хоть и не полноценно, но мы можем с вами наслаждаться этим на земле. Но потом уже пойдем на небо и будем полноценно наслаждаться. И до того, как пойду, надо вкус испытать этого. То есть до того, как пойду в Царство Небесное, надо испытать вкус Царства Небесного. Правильно? То есть надо испытать вкус первой плоды, надо испытать. Вот если будете этим наслаждаться, другие люди будут смотреть на вас, и будут говорить, о, Бог с тобой пребывает. Вот так же самое, как и Патифар говорит Иосифу, о, Бог с тобой пребывает. Кто такой Патифар? Он был неверующий, но он говорит Иосифу, Бог с тобой пребывает. То есть даже неверующий увидел это. Почему? Иосиф этим наслаждался, и даже неверующий Патифар это увидел. Значит так, теперь вы, вот, вы сейчас все знаете Евангелие. В этом году надо наслаждаться Евангелем. Ну, а для этого вам надо иметь время наслаждения. Когда вы размышляете над словом, и когда вы через молитву сосредотачиваетесь на Боге. Поэтому для этого важно сосредотачиваться. Поэтому просто попробуйте, вот будете пробовать, чем больше пробовать, тем больше будет получаться. И потом, когда вы испытаете вкус, что от этого вам приходит мир, приходит сила, радость, постоянно будет хотеться это делать. И вот тогда Бог, Он доставил сердце. Бог говорит, мир даю вам. Не тот мир, который мир дают. Мир, я вам свой даю. И с этим миром уже не страшно ничего, не боюсь ничего. Почему? Потому что сходит на меня мир Божий. То есть, насколько вот счастливое время. Вот этим надо наслаждаться. А вот этим я наслаждаюсь, чем только наслажаюсь? Вот там вкусная еда наслаждаюсь, да? Вот это то, что... То есть, едой наслаждаюсь только. То есть, ну, а что это за еда? Что это счастье от еды? Это не еды. Просто голодой кушаем, мы все. Настоящий мир приходит от Бога. Сверху. Поэтому в этом году наслаждаюсь, желаю, чтобы вы вели движение принятия 300 людей. Значит, наверное, увидимся в следующем году. Желаю, чтобы в течение одного года вы получили этот ответ. Если будете этим наслаждаться, количество людей здесь увеличится в любом случае. Вот мы тоже сегодня ходили, смотрели здание церкви. То есть, Бог, Он потом даст вам и другое здание церкви. Чтобы больше, чтобы можно, чтобы все люди могли собираться. То есть, вот если один год будете это испытывать, то потом Бог все даст. Все будет от Бога приходить. Вот, как было сказано, все заботы ваши, все нужды ваши обеспечивают здание. То есть, надо будет вам здание, Бог вам даст новое здание. То есть, надо получать ответ. Но не беспокойтесь о чем-то, не переживайте. Давайте помолимся. Бог, Отец, благодарим Тебя. Господь, спасибо Тебе за то, что в течение трех дней мы могли наслаждаться Евангелем. Господь, особенно в этот раз ремнеты получили крещение. Господь, мы только что прослушали последнюю лекцию и получили миссию. Чтобы мы могли смотреть на то, что вверху. Чтобы мы могли искать горнего. Чтобы мы могли всегда пребывать в горнем. Для того, чтобы мы могли наслаждаться жизнью вечной здесь на земле. Сделать, чтобы мы могли наслаждаться тем, что Бог с нами пребывает. Помоги нам наслаждаться престолом Божиим. А также помоги нам, что куда бы мы ни идем, там туда сходит Сарса небесно, сокрушается сила тьмы. А также помоги, чтобы каждый день у нас было время глубокого общения с престолом Божиим. Господь, помоги, чтобы мы получали силу духовную сверху. А также, Господь, чтобы мы получали Твою мудрость Божию. А также, чтобы мы восстановили силу Божию. А также, чтобы восстановились финансы света. А также, Господь, чтобы повсеместно поднимались ученики. А также, помоги нам бросить вызов относительно движения проповедования трехсам людям. Помоги создать список. И помоги найти среди них 30 учеников. И помоги в трех местах поставить нерушимые поместные церкви. Господь, мы верим, что Ты будешь это совершать. Мы верим, что Ты дашь нам свидетельство. Господь, и благослови, чтобы здесь, в Киргизстане, повсеместно поднялось движение Слова. Господь, и благослови, чтобы в этой стране сокрушили все силы тьмы и проповедования. Чтобы сошло Царство Небесное. Господь, и благослови, чтобы наши ревнанты подросли и стали главными действующими лицами проповедования. Господь, и благослови, чтобы наше старшее поколение стало основанием для ревнантов. Господь, всю славу воздаем Тебе. Теперь благодать Господа Иисуса Христа. Великая любовь Бога Отца. Пребывание, водительство, наполнение Святым Духом. Над всеми драгоценными верующими, которые станут духовным саммитом и будут вести движение принятия трехсот людей. Над всеми семьями. Над учебой ревнантов, над семьями, над работами. Да пребудут отныне и вовек. Аминь. Аминь.